Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова на базе которого проходит форум, великий опыт. Сегодня эта установка мая 44 – договоры об супрасоннестве с российскими университетами и навыковыми организациями. Причем супрасоннество не обмежевывается только фундаментальными доследованиями. Отрыванные на просолке начинают укороняться в экономичной сферы. В частности, физики, опять же, лаборатория золь гельтехнологий, они уже в течение трех лет, с 16-го года, поставляют полирующую суспензию на брянское предприятие «Кремний-Л». Это крупное предприятие, примерно такое, как «Интеграл» в Беларуси. И вот для полировки кремниевых пластин мы поставляем свою разработанную у нас полирующую суспензию. Протягиваем выпуск. 25-26-го «Кастрычника» у Гомеля пройдет первый форум регионов Беларуси и Украины. Сегодня до этой подеи рыхтуются не только на узруне министерствов и ведомствов, але и особные предприемства, которые имеют трывалые экономичные советы с соседями. Олег Сентюров наведал акционерное товариство «Светлогорск-Химволокно». Вот с такого обстоятельства в середине 60-х починалось «Светлогорск-Химволокно». Менавито на таких станках выраблялась корная тканина для колу практически у всех автомобилей у Советского Союза. Можно сказать, что дякуюсь «Светлогорской» продукции рух у Великой Держави не споняющий ни на хвилину. Сегодня эту тканину можно убачить только в музее. За минулый час предприемство не только поширило свои границы, але и освоило десятки новых видов продукции, за которые вырабляются конкурентно-стольные речи, починающие от специальных костюмов для спортсменов, пожарных и военных до лечебных боксов, где человек может позбавиться от назапашенного электромагнитного попроменивания и обновить свое биополе. География экспорта акционерного товариства «Светлогорск-Химволокно» Галя 40 краин «Светлогорск-Химволокно» займает далеко неопошное место у администрации предприемства, я ее называют стратегичным партнером. Основным продуктом для поставок на украинский рынок являются нитканные материалы, нити полиэфирные. Кроме этого, мы сейчас рассматриваем увеличение объема поставок высокомаржинальной и продукции со специальными свойствами. Это арселоновая продукция и продукция с использованием углеродных материалов. Сейчас у нас есть проекты, в том числе с участием нашей товаропроводящей сети в Украине, по поставкам одежды для пожарных и спасателей, для экипировки отрядов украинских пожарников. Первый форум регионов Белоруссии и Украины, пройдя у Гомеля 25-26-го кастричника, сегодня подректовка до этой подеи проходит на взрывне практически всех министерств и ведомств, где заразу докладняется парадок дня посаджения у совместных комиссий. А пряча такого у Гомеля запланованы со встречи президентов двух краин, жена сайной выставы и перемога керевников регионов. Заявлен 21 регион с украинской стороны, официальных делегаций, в составе официальных делегаций председатели, облгосадминистрации Украины, 15 председателей уже подтвердило свое участие. Также в составе делегаций и крупные бизнесмены, представители крупного бизнеса с украинской стороны. Всего у нас порядка 480 участников заявлено. Олег Синчаров, Юген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Размова про внешнеэкономичную деятельность нашего региона пойдет завтра у программе «Диалог». В гості студии стане начальник управления внешнеэкономичных сувязей у Комитета экономики Гомельского облаканкама Аляутіна Саранчук. Глядіця даялог у прямым эфіру на телеканалі «Беларусь 4» у 19 гадзін 20 хвілін. Номар телефона у студии – 34-20-43. Свої пытанні можна так сама отправіць на Вайбер – 340-0-43-3. Штадзённая трэніруўкі по нормативах спортывных ашматбор'я, перамога присвеченная родным і прысяга назаужды заставацца верным обранай справе. У Гомелі супрацовнікі Міністерства внутрених справ прайшлі кваліфікаційне випробаванні на право ношення чорного біретта. Про тих, хто доказав своё право быть елітой міліції – репортаж Наталі Каприленка. Спеціальне випробаванні сярод супрацовнікав органов внутрених справ на право ношення чорного біретта, як правило, проводяться кожнае паўгода. На восінську кваліфікацію падалі заявкі шысь претендентів. Двое супрацовнікав департамента виконання покарання і супрацовнік патрульно-постової служби не пройшли перший етап випробавання у фізичну і медицинську подрыхтоку. На основний етап – марш-кідок, по пересеченій місцовости, стрільбу і контактні бої прибыли троє бойців отрады милиції особого призначення. Сотрудник очень быстро перемещається с одного рубежа на другой рубеж. То есть физическая подготовка, потом быстро на тактическую медицину, потом на марш-бросок, потом на огневую – это настолько динамично. Фізически он готов, а уже непосредственно психологически – где-то он переговорил, переволновался, не подготовил екипировочку. Это все быстро-быстро и не справляется. Как такового сложного етапа – нет. Сложные етапы – все. Надо самое главное – справиться с собой. Победиш себя – будеш непобедим. Бойцов чакал кросс до ужиней у 8 кілометров. Бегче треба с автоматом і с нарадженням газодымовой обороны. На шляху так званые пастки. Гэта участки з огнявыми пірошкодами. Оттягували увагу бойцов і ускладняли ситуацію адвольные выбухи і стрелы з розних боков. Один з бойцов пройсти гэта етап не змог. Звычайной причиной для признання пораження лічиться великое отставання на маршруте. Давай, 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 давай. И вось подшумные вокличи сяброу і колег. Двоїх претендентів сустракаюць на черговом етапі – стрелковым рубяжі. Тут розлик на тое, що чоловік парадком виматався, і бойцю спотребіться додаткова концентрація для попадання у цель. Але кожний з хлопців справляється з поставленной задачей. І вось вони вже не колеги по випробованні, а соперніки у спарингу по рукопашним бої. Тільки одним поєднком кваліфікація на черный берет не завершається. Кожний з бойців витримливає ще по два спаринги з тими, хто не уділяншив у випробованнях. Фінал вельми емоціональний, але головне – результативний. Це парні, які отучилися в учебному центру МВД Республіки Беларусь. Ми їх подбирали сами. Вони прийшли на общих основаннях із числа гражданської молодежи. Парні доказали мужественность свою, своє чувство стремлення, своє чувство воли к побєде. Один з пероможців Іван Маскалєв яшчині усвідомляє, що відстояв свій заповітний черный берет, перші, що вирівається у яго на камеру, вельми хоче передати привітання своєй мамі. Мама, передаю привет. Я тебя люблю, це мене найкраще. Щас на бої уходил. Таке відчування було, коли в армію часто в боях тоже брався. Адреналин берет. Думаєш, по сравнению з боями, марш показався раєм. Думаєш, ще чуть-чуть пройдет дышка, а тільки не опускай перерок, братишка. Яшчий один пероможців Яуген Ребіка у довгий час займався вільною боротьбою. Був навіть членом національної команди. Однак зараз ніколи не шкодує, що покинул спортивну кар'єру і став працювати у милиції. По сьогодній боротьбі так сложилось, прийшлося працювати. Вибрал це подразделення, так як считаю, що це дуже достойно. І я горжусь, що мене сюди взяли, я прошел всі ці испытання. Для мене це дуже, як кажуть, серйозно і достойно. Тепер молодші сержанты пероможців і пробування змогуть поправити, лічитися еліта і милиції, навіть допомагати треніроватися тим, хто може і більше часу служити у структурі, але немає чорного берета. Наталія Каприлєнка, Валерій Хапанько, Телерадою компанія «Гомель». Протягується подрыхтовка до перапісу насильництва. У листопаді у Гомельській області пройде так званая «правірка адресной господарки». Спеціалисты удокладнять размещення жилых домов і правильність карт мяссовості, усталяванных на планшетах регістраторів. Змытай обмерковання актуальних питаньів сьогодні у Гомель запросили керівників і спеціалистів районних отделів статистики. Процедура перапісу насильництва пройде з 4 по 30 кастрічніка 2019 года. Гэтай масштабной падзеї – попередніша віаліка і падрыхтовча робота, адзін з етапів якой – удокладнення карт мяссовості. У адповідності з іємі потым будуть форміровані перапіснія участкі. У наступнім місяці гэтай роботай будуть займаці регістратори. У вогулі перапіс 2019 будзі прадуглеживаць нікалькі варіянтів прадоставлення інформації. Самоперапіс, праз-інтернет, запалнення анкет на стаціонарних участках і помісці жахарства. А вось, що тишиться роботи регістраторів, то наведування імі кватер і жилых домів не продуглежено. З 6 по 30 ноября в Гомельській області будуть працювати регістратори. Вони будуть працювати в містах, в поселках городського типу і в крупних сільських населенних пунктах. При себе у них буде удостоверення спеціального образця, сумка с логотипом переписи і планшетний комп'ютер. Заходити регістратори в дом не будуть. Вони должны проверять налічі домів на містності, сверити їх з тим картографічним матеріалом, який буде загружено їм в планшет. Міжнародний проєкт «Тіна Рысями» представить у чатсьвер 18-го Кастричника «Обласная філармонія». Артисты з розних країн прибыли у Гомель і приступили до репетицій. Марія, грація пленна, Марія, грація пленна, доміну стеку. У супроводження естрадно-симфонічного оркестра ім'я Юрия Василєвського виступить знакамітый оперный співак, ізраїльський тенор Яуген Шаповалов. Я ще один соліст программы «Золотий голос» оперной сцены України у Владислав Гарай. Спеціальний гость п'єчара – российский співак і композитор Віктор Чайка. Програма складена створом різних жанров. Наприклад, у її включені оперні ари, русскі романси і естрадні хіти. Многі з номеров будуть виконуватися дуетами і трио. Я должен вам сказати, я поражен. Оркестр замечательний, просто були написані партитури і розложені в дуже короткий срок. І це звучить просто великолепно. Єсь кое-какі сюрпризи, які ожідають зрителя, тому що, я думаю, ви ще такого не слухали. І навіть мурка буде, але вона буде зовсім інша, зовсім інша, в іншому амплуа. Концерт відбудеться у чатсфері на сцені Палаця культури чугуночніків. Гэти і інші новіни ви можете знайсті на нашім сайті, у інтернеті, па адресі www.tvrgomil.by. Далі у ефір «Де-факто» і спортивний огляд. Я ж з вами розвітваюся. Дякую за увагу і до зустрічі у ефірі. Дякую за перегляд! Дякую за неразработанному плану пассажири напали на водителя і довго і жестоко избивали його. А позже обеселившого мужчину вытащили на улицу і бросяли вмирати на покрытому льдом озере. Добычей злоумышленників стали выручка, портмоне, наручні часи і інші личні вещи потерпевшого. Раскрыти це притуплення по горячим следам не вдалося. Однак, следственна оперативна група, яка вибувала на місце проішествия, зафіксувала і з'явила следи ладони неустановленого лиця. І спустя більше 30 років Оперативним сотрудникам УВД Гомельского облсполкома із экспертного учреждення поступила информация о совпадении следов з міста проішествия з отпечатками ладони і мужчини, арестовано за грабеж. Расследование уголовного дела було возобновлено. Следователям тщательно були изучені матеріалі, які мали відношення к цьому уголовному делу, повторно допрошені свидетели, проведені следственні эксперименти, очна ставка і і іні следственні действи. На основі всіх доказательств, полученних по данному уголовному делу, следствие пришло к вводу о причастності к убийству таксиста життя Реческого района. Один із обвиняємих в жестокому убийстві, ныне 55-летній мужчина, ранені неоднократно судимий за кражи, мошенничество, грабеж. Следственні действи і оперативно-розыскні мероприятия по установлению личності еще одного соучастника преступления продолжаются. Опасное наркотическое средство обнаружили гомельские таможенники в пассажирском поезде, следовавшем із Минска в Одесу. В пункте таможенного оформления «Терюха» служебна собака своим поведением указала на возможное нахождение наркотика в одном із вагонов. При более тщательном досмотрі в нерабочем тамбурі были обнаружены два полиэтиленових пакета с веществом темно-зеленого цвета весом почти 90 граммов. Содержимое пакетов отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это ничто иное, как марихуана. Эксперт Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области установил, что перемещаемое вещество является опасным наркотическим средством, неиспользуемым в медицинских целях марихуаны. Масса вещества составила около 88 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело. За прошедшие сутки на территории Гомельской области зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых получили травмы три человека. На регулируемом пешеходном переходе на проспекте Октября в Гомеле под колеса автобуса попала 49-летняя женщина. Переходить с дорогу по Зебре она начала в момент смены сигналов светофора. В это время 68-летний водитель автобуса марки Масс подъезжал к пересечению проспекта Октября с улицы Жукова и на свой моргающий зеленый решил завершить маневр. В результате ДТП женщина-пешеход была доставлена в больницу скорой медицинской помощи. 68-летний водитель автобуса Масс при подъезде к пешеходному переходу не предоставил преимущества и совершил наезд на 49-летнюю женщину-пешехода. В результате женщина с травмами была доставлена в больницу, где после оказания помощи была отпущена домой. Такой обзор происшествий. К этому часу оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В продолжение эфира телеканала Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Хоккейный клуб Гомель одержал очередную победу, которая позволила подняться на вторую строчку чемпионата. На домашнем льду обыграны динамовцы из Молодечно. Поединок для Рысей получился крайне тяжелым. Игра на протяжении всей встречи была равной. И чаша весов могла склониться как в одну, так и в другую сторону. Первыми вперед вышли хозяева. На 14-й минуте шайбу забросил Еронов. Динамовцы отыгрались в середине второго периода. Результативный бросок на счету Воронова. Гомельчане вновь вышли вперед лишь на 55-й минуте. Отличился Житких, после чего гости устроили навал, но больше поразить ворота Мерзлова не сумели. Мужская команда гандбольного клуба Гомель в упорной борьбе уступила Гродненскому Кронону 28-30. Соперники стоили друг друга и шли вровень буквально со стартового свистка. Однако действия отдельных игроков решили судьбу поединка. У Кронона стоит отметить Янковского, который был активен весь матч и отметился 11-ю результативными бросками. У Гомельчан лучшим по набранным баллам стал Климовец. На его счету 7 точных бросков. Крайне напряженный и в то же время результативный оказался центральный матч пятого тура чемпионата страны по мини-футболу между Витеном и Верзе. Уже с первых минут стало понятно, что игра будет упорной и непредсказуемой. Чуть лучше начали подопечные Анатолия Яновского. Аршанцы тоже не отсиживались и отвечали контратаками. Они же и первыми вышли вперед благодаря удару Дмитрия Клочко. Ключевой момент матча произошел, когда основной вратарь хозяев вынужден был покинуть паркет из-за травмы. Сменивший его кипер тут же оказался вынужден доставать мяч из сетки ворот. Отличный удар получился у Матвиенко, а через три минуты младший из братьев Клочко Евгений вывел вагона строителей вперед. Далее в игру вступил Белый, который сумел оформить дубль и уже лидировали хозяева. Уйти от поражения Верзе помог второй забитый Евгением Клочко мяч 3-3. Результативная ничья между лидерами первенства. Гумельская энергия потерпела первую неудачу в чемпионате страны по волейболу. В минувшем туре команда гостила в Минске, где ее экзаменовал строитель. В начале первого матча дебютант смотрелся очень достойно. После двух партий, в которых была совершенно равная, игра была ничья 1-1. Видимо, сказался класс соперника, и далее строитель вначале вышел вперед, а после довел дело до победы. Во второй игровой день хозяева вновь оказались сильнее, на этот раз во всех трех партиях. Энергия остается на третьей строчке турнирной таблицы. Шахтер и строитель пока идут без потерь. И в завершение выпуска оба скетболи. Женская команда Гомель-Сош успешно начала новый сезон. На выезде обыграна Гродненская Виктория 54-51. Лучшими в составе стали Гапонова и Хацевич, у которых на двоих 39 очков. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова